Привет! Сейчас мы будем делать пакет Tracer 8.2.1.4. Для этого скачиваем инструкцию в PDF, скачиваем и сразу открываем в Acrobat Reader. Сейчас она откроется. Здесь у нас есть синие поля, которые вам нужно будет заполнить в соответствии с нашими расчетами и той работой, которая у вас откроется в пакет трейсере. Также здесь есть вопросы и вам нужно написать на них ответы. После этого этот PDF-файл сохранить и отправить вместе с ПК-файлом. Скачиваем сам ПК-файл, запускаем его. У меня он уже открыт. Здесь вам нужно будет ввести ваше имя, email, дополнительную информацию, вводите и у вас обновляется задание. Здесь есть три разных задания. Они отличаются IP-адресом и количеством узлов. У меня открылось вот это вот, его мы и будем делать. Остальные делать тем же принципом, но немного по-другому. Но принцип по сути тот же, то есть я вам объясню, как это вообще делается. Поэтому дополнительно у меня есть таблица в Excel и картинка с степенями двойки. Нам нужно до 2 в 7 использовать. То есть вот это вот все. Начнем. Нам нужно сделать сети. У нас есть один IP основной. Нам его нужно разбить на четыре подсети, но так как здесь четыре, а нам нужно... В общем, это четыре вот эти вот подсети. И нам еще нужно пятое в виде вот этих двух маршрутизаторов, тоже соединенных в отдельной сети. Поэтому еще будет подсеть, где будет два узла. Начнем. Посмотрим в учебнике. И здесь мы видим, что у нас есть таблица. И здесь сказано, что у нас есть слэш 28, когда мы заимствуем 3 бита. И у нас 8 подсетей с 30 узлами в каждой. И по условию нам это подходит, так как 4 нам не хватает. Потому что у нас 5, здесь написано 4, но еще два маршрутизатора. Выходит у нас 5 подсетей. И 30 узлов нам хватит, потому что здесь 27 максимальные. Поэтому переписываем наш IP. В нашем случае это 172.31.103.0.24. И у нас он преображается в такой же, но со слэш 27. Как в учебнике. Видим, слэш 27. 3 заимственных бита. Маску можно сразу переписать. Это у нас будет 255, 255, 255, 255. То есть 24. Так как 3 первых бита. По таблице. 128 плюс 64 плюс 32. Выходит 224. Так. Считаем дальше. Нам нужно... Это у нас первая подсеть нашей сети. Создаем вторую. Для этого мы видим у нас 3 бита. 224 это когда все 3 заполнены. 0 это когда все 3 пустые. А первая будет, если в последней будет единичка. То есть я сейчас буду здесь писать. Точка 0, 0, 0. Вот 3 заимственных. И еще 5, которые не используются. Следующая подсеть у нас будет точка 0, 0, 1. 1. Вот так вот у нас будет. Потому мы делаем... Считаем. Это у нас будет... Сейчас я скопирую. Вот до сюда. Чтобы удобнее было заполнять. Копируем. Вставляем. И после точки у нас будет... Так как здесь 1 бит. Смотрим опять же таблицу. 1 вот здесь. Это 32. 1, 2. 32. Маска остается та же. Поэтому продолжаем. Следующий у нас будет... 0, 1, 0. И потому здесь будет 64. И вот так вот мы продолжаем делать дальше. У нас будет 0, 1, 1. Будет точка. 64. Это у нас будет 92. 92 плюс 32. Можно просто добавлять 32, чтобы не считать биты. Но я тут заполню. Дальше будет 1, 0, 0. Потом будет 1, 0, 1. И потом у нас будет 1, 1, 1. И в итоге 7 сетей. Здесь у нас будет 224. Здесь у нас будет 92. Плюс 32. Это будет 124. Плюс 32. Это у нас 100... Стоп, секунду. 128, ки 124. 128. Плюс 32. Секунду. 50. 100. 60. Так, стоп. 50. 160. Вот, все правильно, 160. Все. Вот у нас 7 подсетей. Дальше. Так как у нас это задание требует разбивать подсети еще дальше, то есть нам нужно максимально правильно использовать подсети. То есть мы не будем назначать подсеть огромную, где у нас может быть 30 устройств, а сети, в которой у нас всего 2 устройства, например, 2 маршрутизатора. Поэтому нам нужно разбить их дальше. Смотрим. Первая требует 27. 27 мы не сможем разбить так, чтобы было меньше, чем 27. Поэтому и тоже с 25. То есть максимум 24 у нас будет, а потом 30. Поэтому у нас идет... Первые две сети мы используем для первых двух комнат, например, вот этих двух рум. А вот следующий мы уже можем разбить на 2. Это у нас будет... У нас 92. Это у нас был слэш 27. Поэтому мы пишем, что первая подсеть будет... Копирую. 92. Стоп. А, я же не там пишу. 64. Вот. И здесь 64 будет. Копирую. Точка 64. Но слэш уже 28. То есть мы заимствуем один дополнительный бит. То есть у нас еще один нолик. И его мы тоже заимствуем. Вот этот дополнительный нолик. То есть у нас три уже заимствовано. И мы заимствуем еще один. Чтобы у нас было две подсети, в которых будет еще по... Сколько? Получается... По 16 устройств. Вроде как. Вот. Заимствуем еще один бит. И у нас получается слэш не 27, а 28. И что у нас дальше меняется? Дальше мы можем найти следующую подсеть в слэш 28. Поэтому здесь 0. Это у нас 64. Если здесь вместо этого будет 1, то у нас будет... Здесь буду писать... 172. Так, я это уже писал. Если у нас там будет 1, то у нас будет 80. Потому что 1, 0. Смотрим по таблице. У нас 64 плюс 16. 80. И тоже слэш 28. Можно сразу маску под стиль для слэш 28 посчитать. Это у нас 224 плюс 1 бит. Это плюс 16. Это будет 255, 255, 255, 255, 200, 3, 240. Вот. Секунду она снижает. Все, чтобы было удобнее. Это мы создали еще 2 подсети для вот этих двух сетей. Теперь нам нужно создать из вот этой еще множество подсетей, где будет всего 2 устройства. Поэтому нам нужно заимствовать еще 3 бита. Последний нельзя заимствовать. Поэтому мы заимствуем еще 3. Вроде как. Поэтому считаем. Здесь у нас будет 5 так. Однако здесь у нас будет множество подсетей. Но нам нужно только 2 рассчитать. Это вот здесь вот, где будет 1. Самый последний. Это у нас будет 1, 1, 64 плюс 32, 96. Ой, 92. Нет, 96. Секунду. Здесь это ошибка. 96. Все. Ты запутался. Здесь 96. И плюс еще второй бит. Это у нас двоечка. Выходит 98. Если я правильно все считаю. 98. Если здесь 1. Но так как здесь 0, у нас здесь первое уже есть 96. 96. И у нас здесь сразу 2 устройства. Это 97 и 98. И маска подсети, а тут будет слэш 30, так как мы заимствуем еще 2 бита дополнительных. И маска подсети у нас тут будет 255, 255, 255. И считаем у нас 2 бита тут. Нет, стоп. Тут 3. Еще тут 3. То есть только 1 не используется. Это у нас маска подсети, 252. Как-то так получается. Если я правильно все посчитал. Сейчас я... Да, маска 252 выходит. Смотрим дальше. Дальше. Нам нужно это все внести в таблицу. Сейчас, где она? Вот. Вот в эту вот таблицу. Вот. Название подсети, узлы и так далее. Это внести в таблицу. И сюда тоже. Здесь у нас нужно смотреть. Это я сворачиваю, вы вносите и отвечайте на вопросы. Смотрим. Будем назначать IP-шники устройством. Для этого сделаю вот так. Смотрим. Room 114. Room 114 это здесь. То есть первый маршрутизатор. Открываем командную строку. Enable. Configure Terminal. Интерфейс. Gigabit Ethernet 0.0. Здесь не написано, но первый это 0.0. Второй 0.1. IP address. И копируем. IP первой сети. То есть вот это вот с нулем. Это 170. Я же копировал. Можно нажать кнопочку Paste. Точка. И здесь ставим 1. Так как нулевой это номер сети. А первое устройство в ней это 1. И дальше маску под сети. Вот она у нас. 255. 255. 255. 224. Вот. Это у нас будет первая сеть. Включаем. Порт. Чтобы он не выключался. И все. Это мы настроили. Можно сразу смотреть количество баллов. Мы видим, что у нас 7 баллов появилось. Так. Настраиваем дальше. Локальная сеть. Room 249. 249. Ой. 279. Это у нас интерфейс. Gigabit Ethernet 0.1. Секунда. Опечатка. 0.1. Здесь тоже IP адрес. И здесь уже вторая сеть. Здесь у нас 32. Значит будет. Первое устройство будет 33. И маска под сети такая же. 224. Отверждаем. Теперь следующее. У нас Room 312. С 14 узлами. Первый. Стоп. Я забыл настроить еще Serial. Это у нас серийный, который соединяет два маршрутизатора. Ой. Еще мы не включили. Включаем. Все. Мы видим, что у нас появились треугольнички. Теперь нужно интерфейс. Serial. И три нуля. Все. И ему мы задаем последний наш. Вот этот, который мы здесь создали для двух узлов. Для двух устройств. Это у нас будет. Копируем наш IP. В конце у нас будет. Так. А. Не копирую. Секунду. Заходим в интерфейс. IP. Адрес. Вставляем наш IP. В конце у нас будет. 97. Так как здесь 96. А первая сеть начинается. Первое устройство. Это плюс 1. 97. Пробел. И маска. 255. 255. 255. 252. Вот. Это вот маска. Подтверждаем. Опять же включаем интерфейс. Он уже был включен. Но это не важно. Всякий случай нужно прописать еще раз. Так как от этого он не выключится. Переходим в второй маршрутизатор. Здесь нужно настроить также все устройства. Можно кстати нажать кнопочку Check Results. И посмотреть что нам нужно настраивать. Например мы видим что у нас второй маршрутизатор уже настроен. И поэтому нам осталось только задать для компьютера 4 и для коммутатора. Это мы и сделаем. Room 312 и PC D. Room 312. Опять же командная строка. ENABLE CONFIGURE TERMINAL Интерфейс VLAN 1 И IP ADDRESS Так. И IP ADDRESS у нас здесь вот. Секунду. Вот этот. Где 64. Так как у нас идет. Сейчас. Идут сети по порядку. Сначала вот это. Потом это. Потом это. Потом это. Тут 1, 2, 3, 4. Вот так вот идет. Мы настроили первые две вот этим двум. Потом третий. И у нас это вот эта вот сеть. Четвертая вот эта. А вот эта вот третья. И значит. Вот этому проходу у нас будет назначен 65. Так как первое устройство. А вот здесь вот у нас будет 66. Настраиваем. Так. Стоп. Я не то. Открыл. Вот. Room 312. IP ADDRESS. Вставляем. И 66. И маска под сети у нас здесь 240. 240. Если я правильно все помню. Да. 240. Вот мы видим. 240. Маска под сети. Подтверждаем. И включаем. Все. Включили. Можно посмотреть, что у нас прибавились баллы. И осталось настроить этот компьютер. Здесь это у нас уже вот. Это вот под сеть. То есть у нас здесь будет 81, 82. Desktop. IP Configuration. Вставляем. 82. Если я все правильно помню. 82. Ага. Говорит, что это уже занято. Давайте думать. Это у нас четвертая сеть. Если у нас здесь идет 80, то для компьютера четвертого мы будем использовать какую под сеть. Здесь у нас 64. Видимо, я что-то рассчитал не так. 64. Потом у нас будет 80. Должно быть 80. Почему же у нас у четвертого компьютера не 80? И чем занято 80? Маска под сети у нас точно такая. И слэш тоже. Давайте думать. Может быть, ему не первая в этой сети. Значит, 64. У нас мы разбили на сколько? Вроде на 4 сети. Или на 2. Один мы позаимствовали. Значит, на 2. Возможно, нужно было 2 заимствовать. Но почему? Непонятно. Выходит, что этот компьютер у нас нужно настроить, но мы не знаем как. Давайте думать. У нас есть 80. Так как я невнимательно читал инструкцию, я не заметил, что здесь мы настраиваем IP-адресацию на компьютере 4, используя последний. Вот, последний из используемых IP. То есть, у нас у компьютера будет не... То есть, у нас идет первый, второй. По сути, здесь должен быть второй или третий. Но мы должны использовать последний в нашей сети. Так как наша сеть вот эта вот, где 80-28, нам нужно использовать последний в ней. Так как следующая у нас 96. Значит, до 1 до него это 95. Но так как это широковещательный адрес для вот этой вот сети, которая выделена. Последний в ней будет 84. Ой, 94. Все, открываем четвертый компьютер. И используем. Вставляем 94. И маска под сети. 255, 240. Все. Еще нам нужно настроить шлюз по умолчанию. Шлюз по умолчанию будет 81. 81. Так как здесь 80. И следующий это вот этот маршрутизатор, рапорт 81. Закрываем. И смотрим на баллы наши. Видим, что у нас не хватает трех баллов. Смотрим. Почему? И видим, что мы забыли дефолт ГТВ настроить на коммутаторе. Это просто. 321-й коммутатор. Выходим в конфиг терминал. Здесь пишем IP. Дефолт. Я нажимаю тап, оно дописывает само. Дефолт ГТВ. И я сюда вставляю 81. Ой, стоп. Здесь же не 80, здесь у нас сеть 65. 65. Здесь маска не нужна. Сохраняем. И видим, что у нас 30 из 30. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось. Обязательно делайте такую таблицу. Обязательно заполняйте PDF. Сохраняйте и отправляйте в специальную форму. И пока файл, и PDF. Спасибо. Пока. Продолжение следует.